Добрый день, дорогие друзья! Мы как будто в каком-то лесу доходимся. Вот эти сережки как выглядят. У березок просили показывать. Красотища. Ну, на этом красотища и хорошие, позитивные новости заканчиваются. Все дело в том, что я сегодня покажу вам уровень издеца, который здесь у нас происходит. Ну и море красоту. У нас, кстати, потепление плюс 14 показывает. У меня в тени в машине, на солнышке температура побольше. Вот я поймал такую прогалину света, потому что у нас переменная облачность и затягивает тучами и облаками местами. Я думаю, что в видео вы это все увидите. Где мы находимся? Это Пионерский проспект 267А. С правой стороны это фонсенат Одиссея. С левой стороны у нас пламя находится, газпромовская тема. И для тех, кто будет вот особенно в ней отдыхать, в этом году вас удивит проход к морю. Неприятно. Почему-то будет происходить. И вы сейчас все увидите. Туда дальше у нас Черноморец, который у нас возглавил глава депутатского корпуса Красноруцкий. И ведет его к восстановлению. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, даже за действия такие огромнейшие спасибо. Туда Кубанская Нива дальше находится. Вроде бы все чинно, модно, красиво. А здесь я вам покажу зеленую зону по генплану. Недавно я тут снимал ребят, которые сделали домики эко, получили госсубсидию и занимаются приглашением гостей. Гости уже приехали. Все как бы отдыхают. Все отлично и хорошо. Ну, ладно. Топ была построена по меркам старого генплана. Там уже какие могут быть вопросы. Ну, а сегодня мы будем с вами смотреть на территорию, которую разровняли и сейчас огораживают забором. То есть она в генплане у нас написана как зеленая зона. И очень бы хотелось понять, насколько вот очень круто проводить такие работы. Я иду, на меня болгарки пилят. На Пионерском проспекте, не огороженную. То есть никто ни о чем не озабочен. Это невероятные, фантастические просто моменты, которые здесь случаются. Это при том, что я писал в администрацию жалобу. И мне говорили, ребята, здесь все должно быть, как говорится, снесено. Но мы видим появление нового забора. Кстати, ребята сдержали обещание и отсыпали дорожку. Здесь поставили цепочку. И она теперь перекрывает полностью проезд всего транспортного. Ну, хотя, с другой стороны, я вижу, что там машина стоит. То есть получается, либо надо для всех закрыть, либо разрешить всем ездить. То есть должно быть либо так, либо так, и никак иначе. Здесь у нас дорожные службы приехали, работают. Ну, а теперь давайте прогуляемся к морю. Посмотрим, как там солнышко уже зашло. Начало видео было просто вот такое. С левой стороны у нас залит бетон. Что не разрешено. И это уже заливалось в новом генплане. Писал жалобы, обращался в администрацию. В большом сожалению, изменений нет. И при том, что игрую здесь находится у нас глава депутатского корпуса Анапы. То есть хотелось бы, чтобы все-таки к этой территории, зеленой зоне в генплане было более пристальное внимание. Здесь мы видим, что идет установка забора, какие-то коридоры. То есть по факту здесь стройки запрещены. Я повторяюсь, не должно здесь быть ничего больше из того, что было построено. То есть мы видим, появляется вот эта тема, появляется вот этот забор. Радует, что появилась дорожка более-менее хорошая. Я, допустим, вот не против цепочки. Не против того, чтобы сюда транспортные средства не заезжали. Потому что здесь нахожусь часто. И машины ездят просто пипец. Прям люди с детьми, они прям на людей по тротуару выходят. Это не дорога, это тротуар по факту. И будем, конечно, следить за этими моментами. Как здесь все будет дальше происходить. Но сейчас мы видим вот такую картину. Зеленая зона Анапы. Погараживается забором. И при том, что если тот, да, стоит там какое-то расстояние, то есть от этого тротуара есть, то с этой стороны никаких расстояний не имеется. Вот эти домики уже росли по новому генплану. То есть также никаких реакций. Не стараться, вместо того, чтобы их сносить, они закончили строительство. И вот теперь здесь стоят. Мне прям даже интересно, как это будет в дальнейшем развиваться. Раньше здесь была, конечно, красивая зеленая зона. И самое интересное, что вот этот забор ставят. Лавочки стояли еще туда чуть дальше. То есть надо сажать и геодезистов, которые делали, так сказать, вынос этих границ. И это грустная история, когда мы видим зеленые зоны вот в таком исполнении. О, ну мы сейчас еще круче увидим. Территория дюн была нарушена. Также тело пострадало. И там вообще сейчас будет очень много интересных слов, которых вы, наверное, раньше не знаете. Но я буду сдерживаться. В общем, друзья, грустная тематика. Я еще раз говорю, то есть мы можем закрыть глаза на то, что делать при прошлых администрациях. Но то, что вот после принятия генплана о зеленых зонах, в которую как раз территория попала, ну здесь видите ворота, то есть машины должны будут до сюда доезжать. И где людям ходить, и зачем тогда вон тут фигню вешали, цепочку, если здесь будут все так же продолжать ездить. Это большущий вопрос, в общем-то, нас, ребятки. Ну, порядки здесь, я смотрю, понаводили. И сейчас можем запомнить лица тех людей, которые, как раз таки, занимаются установкой этих заборов. То, что у нас выглядит довольно-таки печально. С заснулся дюны территорий. Их, красотища просто. Смотришь, и душа радуется, да, то, как идет установление этих заборов. Кстати, Росгвардия объекта храняется. Это Муретель, который мы снимали, показывали. То есть они, в принципе, свои слова, так сказать, обещания сдержали. Вот зелень появилась в таких вот кумбах там. Ну, а тут территория перед Одиссеей, прям с печными, так сказать. Работами делается. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень просто печально наблюдать такие дела. Сейчас я дойду до Дюм, прозвоню в 112. И надеюсь, что будут какие-то меры приняты. То есть, потому что мы никаких разрешительных документов, в принципе, на работу здесь не видим. Зато фиксируем снятие песка и печалька и грустинка, дорогие мои друзья. Что делать, как с этим бороться, я на самом деле уже даже и не знаю. Потому что каждый, кто приходит, пытается под себя там что-то сделать. Вон, в исходной зоне. Понимаете, да? Степень издельца, то, что даже знак остался у них на территории. Я понимаю, что кто-то там нарезал, продавал, но уже можно контролировать эти процессы и не давать возможности вот так себя вести. Здесь был большой такой курган, дюна уже насыпанная много лет. И зеленая зона превращается в новый участок под застройку. А что нам, как говорится, проход к морю между заборов, а на зеленых зонах будут построены какие-нибудь, наверное, еще домики. Но, повтори, даже домики сейчас здесь строить нельзя. Потому что это зеленая зона. Жить? Все, направляем в полицию. Вы ожидаете, прибудете сотрудникам. Спасибо большое. Кстати, вот реклама котиков. Реклама котиков. Рифму. Пишите, не буду говорить, о чем это здесь процветает. Так что бобры, анапы, которые ребята сейчас борются с этими надписями. Я, честно, куполом бы боролся, чтобы, так сказать, найти всех виновных и их наказать, а не бороться с их последствиями. Блин, ну что вижу, это прям грустно. Я расскажу историю. То есть я и с этими домиками боролся. В свое время вызывал сюда администрацию, общался с людьми, которые занимались этим строительством и сказали, мы найдем административный ресурс, который передавит твое волнение. И действительно, когда начали заливать бетон, то есть я звонил в полицию, звонили с Одиссеев в полицию. То есть и полиция с администрацией приехали ровно в тот момент, когда был залит бетонный забор. За бетонным забором начали уже установку вот этих вот домиков. Хотя, повторюсь, даже забор здесь ставить по факту нельзя. Зеленая зона города Курахтанапа. Можно какое-то ограждение сделать, чтобы там никто не топтался посадить. Там сосеньки, может какие-то беседки поставить для отдыха. Будем надеяться, что все-таки получится переломить эту ситуацию. Посмотрим, приедет ли полиция. Вообще, ну через 112 они обязаны отреагировать. Вопрос, конечно, через какое время это произойдет. Ну, в любом случае, как приятно, я постараюсь подъехать. Вот, смотрим, ребятки, затягивает наш тучами и становится опять прохладно. Блин, я так оделся не очень. В общем, смотрим. Здесь я уверен, что дюну также будут трогать, ворошить. Большому сожалению, хоть тут и красота всегда, но изменения происходят. Как бы нам этого особо не хотелось, и это очень жалко, что человек вмешивается. Вот я помню, как здесь дерево, кто был, у меня здесь, помню, большое дерево такое росло. За ним еще вот кустики были. Все, переломали, потому что эти места нужны под другие цели и задачи. И дюны не хотят охранять. Это очень жалко, дорогие друзья. Также вот показывал вам трассу, которую накатывают мотоциклами, квадроциклами. И рассказывал о том, что за этими дюнами, вот видите, колоски растут. То есть здесь были все эти территории в этих колосках, но их также раскатали транспортные средства. Эта дюна была в два раза выше. Тут вообще попильные порубленные деревья. Сейчас раскатывают вот эту дюну. И вот эта дюна также была выше. Ее также порубили. Ну, не нужны предпринимателям дюны. Дюны денег не приносят. Но не понимают этих предпринимателей, что песка потом взять будет негде. И вот так вот разравниваем по своим участкам наши природные богатства. Мне говорят, на стройках его нигде не используют. Только что он показал, да, наглядно. Видите, срублено, 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 срублено. Блин, смотришь прям, хочется кого-нибудь тоже так подрубить. И вот здесь вот, видите, тоже порублены. Все насаждения. Очень-очень жалко, что настолько ненавидят нашу природу. О, а здесь у нас береговая линия в водорослях. Здесь у нас выставляется пляжик. Я, честно, уже по названиям чуть подзабыл. Я знаю, что здесь у нас Кубанская Нива один должен быть. Там и близлежащие пансина. Слушайте, весь берег Кавказа прям в водорослях. От волны отсюда наблюдаю. И их пока, наверное, не убирает особо. Красота неимоверная, друзья. Грустно, да? И очень жалко, что настолько предприниматели ненавидят природу ради своего кошелька. Готовы уничтожать все и вся на своем пути. И такие люди, блин, как я, которые не просто, как многие риэлторы. У нас там, ой, смотрите, как тут плохо. Ой, смотрите, как плохо. Что мешает? Просто позвонить в полицию, вызвать и написать заявление. А мешают тоже деньги, ради которых работает человек. Просто высказался вроде бы, как бы там вам хайп закинул. Потом начинается мне писанина. Ой, Юра, смотри. Ой, Юра, пойди разберись. Хоть кто-нибудь там с чем-нибудь где-нибудь разобрался. Хоть где-нибудь хоть один документ оформил. Нет. Ребят, это все звездешь и просто воруют контент, который я снимал. Воруют тем самым просмотры и не давая раскачивать все эти темы. То есть работают на тех предпринимателей, которые как раз таки вот этими вещами и занимаются. Так что они все в одной упряжке, к большому сожалению. Так вот и живем. Здесь пляжи пока еще не организуются. Кстати, очень интересно, почему. Обычно тоже очень быстро все делают, выставляют и мы потихонечку уже подходим к морю. Посмотрим, что там происходит. Я, честно, видел отсюда водоросли. Скрывать не буду. Все есть как есть. То есть есть и чистые берега. Ну, вот пляж Кавказ сейчас. И, по крайней мере, я вижу жемчужную Россию. И пятизвездочный отель тоже там вроде бы берег в таких вот водорослях. Хотя, что там стоит трактор прогнать по берегу, а с воды достать сеточками. Ну, я думаю, что никому сейчас в море, в принципе, особо-то и не надо. То есть кроме тех людей, которые могут позволить себе искупаться в такую температуру. Но самое жесткое, это когда находишь в этом мусоре еще шприцем. И когда убирали на Буговещенское, я просто устал их подбирать, собирать. Очень обидно за наши берега. Ну, в общем, водоросли, друзья. Водоросли, повторяю, это не цветение моря. Это не, как может нам показаться, камка наша. Это именно те водоросли, которые позабивало с пляжей, с каменных. И их попребивало к берегам. Вот, что такое камка? Камка это, ну, по идее, вот такие вот зелененькие водоросли, как трава растут. Но они также растут и на каменных пляжах. А вот эта холодофора бродячая, то, что вы называете, и цветение моря, и то, что происходит у нас непосредственно в пиковые нагрузки. Но ей надо радоваться, ребят. Она цветет благодаря азотичным соединениям. То, чего не происходит на пляжах каменных, да, то есть нет этого цветения. Вода, благодаря вот этой зелени, она очищается, потому что водоросль питается и поглощает из воды вот эти все писикаки, так их назовем. И вода, рядышком с флорешками, абсолютно чистая, друзья. Так что надо наоборот, радоваться, когда море цветет. Вот когда не цветет, вы в этом компоте как бы из всего купаетесь. Вот кто не верит, обратите внимание. Я всегда об этом говорю, как люди приходят на пляж, пьют пиво, заходят в море по пояс, постояли, поулыбались, пообщались, вышли. И так происходит весь день. В туалет никто не ходит. Куда это все девается? Задумайтесь. Ой, ну морешка, конечно, красота. Ой, водичка в морешке прекрасная. Ну, смотрите, да, пришел, берег страшный, прям ужасно, отошел чуть влево и нашел чистое море, чистый заход. То есть можно пойти купаться смело. То, о чем я всегда, в принципе, и говорю. Температура воздуха сейчас совпадает с прогнозом, 13,6 градусов показывает. Давайте замерим море. Ну что, мои дорогие друзья, такая вот информация печальная, да, нам сегодня попалась по пути. 14,7 температура воды, то есть выше, чем температура воздуха. И это на самом деле хорошо. Этот видеосюжет вы можете распространить, отправить в прокуратуру, там куда угодно, для того, чтобы, ну, увидели о том, что у нас происходит. Я с этим крайне не согласен. Мне уже в комментариях в телеге пишут о том, что, ну, там должно быть все нормально, там и так далее. То есть, как говорится, единственное, что можно приписать, это воровство песка. Воровство песка еще в таких объемах, это уголовная статья должна быть. Хочется, ну, чтобы что-то менялось все-таки. Зеленые зоны должны сохраняться в Анапе. Если их не будет, ну, зачем вот-вот, я не понимаю. Вот я еду в Газпромунский плансе над пламя. И идут по этому уеб-проходу к морю, где с двух сторон заборы, по нему будут еще ездить машины, там, или еще что-то. Это какой-то бред просто. За что, да, я работаю в Газпроме, и Газпром содержит то же самое пламя. Мне очень интересно, почему, допустим, Газпром не переживает. Тоже ваша хата с краю, говорит, здесь бы наши ресурсы не трогали. Такие вот дела, дорогие друзья. Ну, и водоросли на берегу, это тоже полный обзец. Хотелось бы побыстрее, чтобы убирали. Здесь есть хозяйствующие субъекты, которые отвечают за уборку этих пляжей. Допустим, вот это пляж Афалина, Стрелково, вот я смотрю, там Кубанская Нива, там еще один санаторий. С правой стороны у нас пламя, как я и сказал, потом парус, селена, куча. То есть это все на их совести, то, что сейчас за мной происходит. Это не администрация города Курорт-Анапа, а именно эти предприниматели, которые не хотят навести порядок на уверенной им территории. Точнее, взятые ими в аренду территории для того, чтобы предоставлять свои пляжные услуги. Будем подождать, так сказать, когда это все наведется, приведется. Учлений у меня особо нету претензий по пляжам, потому что в летний период они с самого рассвета наводят в порядок у себя на берегу. И у них всегда чисто и прекрасно. Будем надеяться, что так дальше будет продолжаться. И люди будут хвалить их, те, которые туда приезжают. Ну, ребят, в общем, помогайте, распространяйте. Всех крепко обнял. С вами был Юрий Азаровский. Купаться сегодня не буду, потому что полицию ждать я здесь замерзну нафиг. Ну, а потом в телеграме смотрите результат, что скажет полиция.